Всем привет! Мы с вами в магазине VR Freeride. В этом обзоре мы покажем вам маски шведского бренда Spectrum. И обязательно досмотрите до конца, разыграем в конце масочку, которую вы сможете воспользоваться на ваших весенних поездках. Итак, бренд Spectrum – это еще один шведский бренд в нашем магазине представленный. Но этот шведский бренд уже совершенно другая история, потому что он значительно более технологичный и, наверное, значительно более спортивный, нежели более коровый и чуть менее технологичный бренд Apertive. Но тут, как говорится, каждому свое. Кто-то любит коровые тусовки, кто-то любит занятия спортом и вообще высшие достижения. Но не в этом дело. Рассказываем про бренд Spectrum. Бренд Spectrum – относительно молодой бренд. И, если вы помните, относительно недавно, опять же, в наших магазинах Squad продавались супердешевые маски Spectrum, которые были упакованы в какой-то смешной пластиковый кармашек с пластиковой кнопочкой. Ну, в общем, это был такой местечковый, позиционирующий себя как дешевый шведский бренд. Но буквально, наверное, пару лет назад они совершили огромный скачок в направлении высоких технологий. И, возможно, что это был первый шаг к возвышению бренда на тот Олимп, на котором находятся более именитые бренды. В общем, это был качественный скачок, о котором мы сейчас вам, собственно, и расскажем. Во-первых, фильтры – это, в общем-то, самое главное отличие всех разных брендов масок – это Carl Zeiss. То есть, практически все фильтры в масках Spectrum используются от производителя Carl Zeiss. Не буду рассказывать, кто такой Carl Zeiss, что такое и вообще, что они делают. Если захватите, погуглите. Это очень крутая фирма по производству различной оптики, как и для спортивных масок, так и для очков, так и для фотоаппаратов и видеокамер. В общем, очень крутой бренд. И именно он позволил маскам Spectrum перейти на совершенно другой уровень. Одним из главных учредителей бренда и, в общем-то, самым главным лицом бренда является такой человек, как Ingmar Stenmark. Вы знаете, кто такой Ingmar Stenmark? Вот я тоже не знал, кто это такой до того, как открыл историю этого бренда и вообще просто залез в Википедию. Ingmar Stenmark – это шведский горнолыжник, который гонял славами в славами гиганте, то есть спортсмен, у которого больше всех наград в мире. Это самый титулованный горнолыжный райдер. Он 86 раз выигрывал Кубки мира, то есть, вот, например, вы видите, это его Pro-модель 86 – это в таком немножко олдскульном стиле оформленная масочка. Но, однако, 86 раз он выигрывал этапы Кубков мира и 155 раз он попадал в топ-3, то есть занимал второе или третье место. То есть, пока что этот рекорд никто не перебил. Я понимаю, что наши зрители, скорее всего, сноубордисты, но, возможно, и лыжники. Сноубордистам, скорее всего, известен другой шведский Ingmar, который Ingmar Beckmann. Он одним из первых, так скажем, из северных стран стал успешным прорайдером в сноубординге. Он уже давно не катается, и что самое интересное, что после завершения своей сноуборд-карьеры он стал профессиональным игроком в покер. Ну и также он известен тем, что является соучредителем, одним из соучредителей известного одежного бренда VESC. Это просто к сведению. Теперь давайте ближе к делу, рассказываем про маски. Как я уже сказал, линзы используются Carl Zeiss. Наверное, я не стану вам рассказывать подробно о всех линзах, только о некоторых. Все данные о линзах вы можете найти либо на нашем сайте squat.com, либо на сайте Spectrum, если вы умеете читать по-английски. Вы можете посмотреть все технические характеристики и разделение линз на разные категории. Вы тоже можете легко найти в интернете. В общем, на этом не будем заострять свое внимание. Что мы имеем у нас в наступности? Это две модели со сферическими линзами и две модели с цилиндрическими линзами. Отличия сферических от цилиндрических, наверное, каждому покажется своим. Но могу сказать только то, что линза сферическая и, соответственно, маска рамы с цилиндрической линзой имеет немножко более широкую посадку, имеется в виду на лице, со стороны пены, чем у цилиндрической маски. Хотя отличие относительно небольшое и нужно много и долго примерять, чтобы понять, какая маска вам лучше подходит. Вот эта маска, наверное, единственная, которая выбивается по размерам. Она значительно меньше и визуально можно определить, что она меньше. Хотя, если одеть ее на себя, то угол зрения, угол обзора совершенно никак не уменьшен. Но такая маска подойдет для, наверное, более узких лиц, как девушки или подростки. Хотя маска больше ничем не отличается, то есть это такая же технологичная маска. Единственное отличие, у нее нету фильтра от Carl Zeiss. Здесь стоит обычная поликарбонатная линза, но зато с покрытием Revo, что делает ее вполне тоже технологичной. Ну и цена, естественно, такой маски ниже, чем с фильтром Carl Zeiss. Смена фильтров у разных масок происходит по-разному. Если в этой маске вы должны отстегнуть две верхних защелочки, не буду дальше показывать, чтобы не пачкать фильтр. У меня, к сожалению, нет с собой никакого мешочка. У маски такой вот цилиндрической, у нее сбоку два поворотных таких механизма, которые освобождают фильтр. Маска рамная, где вы, как обычно, вставляете, вытаскиваете из рамы. И есть еще одна такая же маска похожая, у нее две защелки по бокам, которые, ну, с такой, с такими новыми технологиями, точнее, иными технологиями. Замена маски, замена фильтра в маске может быть немножко легче. Еще один момент, о котором хочу рассказать. Здесь есть специальная линейка масок, отмечен таким зеленым росточком, изображением какого-то росточка, которая больше относится, наверное, к проблеме экологии или к какому-то ответственному потреблению. Такой, это специальная линейка масок с таким вот двухцветным ремешком. Если посмотреть, все остальные ремешки отличаются вот именно от этой. Полимер, который используется для изготовления этой маски, сделан на основе биоресурсов, в частности, на основе касторового масла. Швеция, как одна из самых, наверное, продвинутых стран по использованию как раз таких экологических технологий, очень много времени и сил тратит на то, чтобы такие продукты больше и больше попадали в разные сферы деятельности. И, кстати, анонсируя наш следующий сезон, вы наверняка видели у нас на канале обзор с выставки Испа, где маска бренда Spectrum получила первую премию Испа Award за то, что сделала первую в мире максимально экологичную маску. По-моему, на 86% она сделана из биоресурсов, то есть полимер, используемый в масках, не использовал нефти для своего производства. Ремешки сделаны из переработанного полиэстера, в общем-то, во всех масках. Поэтому, если вы решили для себя, что вы должны ответственно потреблять, так скажем, продукцию любую, не только спортивную, но и в повседневной жизни, то такая маска может являться для вас желанной. Они есть не только в красном цвете, это просто я тут, так скажем, подобрал. Вот они разной формы, сферические, линзы цилиндрические, рамные, безрамные. Отличительным чертой является коробочка красненькая, опять же, с такой зеленой меткой. Кстати, насчет коробочки, что имеется в упаковке. В упаковке минимальное количество полиэтилена, полиэстера, то есть маска сама завернута в бумагу. В комплекте мешочек из микрофибры и запасная линза. Запасная линза присутствует во всех масках. Если это маска с темным стеклом, то вторая линза будет такая веселенькая, розовенькая на туман. Если это, наоборот, основная линза используется светлая, противотуманная, то вторая будет черная для более яркой солнечной погоды. Теперь давайте остановимся на некоторых фильтрах подробно. Сейчас у многих брендов появились маски с линзой фотохромик. Что такое фотохромик, надеюсь, тоже вам не нужно объяснять. Вкратце, этот фильтр меняет свою способность к отражению света в зависимости от освещения. То есть, если это яркое солнце, то он будет максимально темным становиться. Если это легкий свет или туман, она становится практически прозрачной. Вот как, например, в данном случае при искусственном освещении этот фильтр выглядит практически прозрачным. Я лично покатался в маске с фотохромиком-фильтром. Знаете, мне очень понравилось, потому что действительно не нужно менять ее при изменяющихся погодных условиях в течение одного дня. Да даже обычный переезд, так скажем, с солнечной стороны в теневую ну, максимум 10-15 секунд занимает у фильтр, чтобы изменить свое светоотражение. И, ну, это не столь напряжно, учитывая, что обычная линза при переезде с солнечной в теневую локацию вообще никак не поменяет. И у вас будут какие-то проблемы с освещением. В общем, очень рекомендую вам попробовать фотохромик-линзу. Они действительно работают, и вы гарантированно не испытаете каких-то проблем при катании весь день. Возможно, такая маска даже станет вам заменой всех ваших линз. То есть на один сезон, на весь течение всего сезона вы сможете использовать одну маску. Следующее, о чем хочу рассказать, это серия масок Black Edition. То есть они все выполнены в таком вот черном цвете. Основной линзой в этой серии является черная максимально затемненная линза с поларизацией. То есть она будет еще отражать горизонтально отраженные от снега лучи, которые обычно очень сильно напрягают и, возможно, даже вызывают раздражение глаз. И можно в каких-то моментах поймать такого зайчика, что сжечь себе сетчатку. Хорошо, если это будет временный эффект, вы немножко будете плохо видеть, а может это случиться и намного более серьезнее. Поэтому на самые высокогорные склоны с самым ярким освещением черный поларизованный фильтр – это максимальная защита для ваших глаз. В комплекте такой маски поставляется второй розовый фильтр на туман, поэтому вы легко можете заменить и кататься в менее солнечную погоду. Третья маска и точнее фильтр, о чем хочу рассказать, это White Edition серия у бренда Spectrum. То есть все маски, опять же, имеют в коллекции одну из таких конструкций. Они будут все белые, то есть и сферическая такая, и две цилиндрическими. Фильтр называется Sonar и рассчитан на самую туманную погоду. Честно говоря, не удалось пока испробовать этот фильтр действительно в экстремальных условиях. Очень было бы интересно послушать, может быть, кто-то уже имеет опыт катания в маске с таким фильтром Sonar от Carl Zeiss. Он дает максимальный контраст в туманную погоду, и что очень нужно, хотя, не знаю, я как-то попал в такой туман, где совершенно непонятно было, где вверх, где вниз, куда ты едешь, и если бы не какие-то там деревянные вешки, которыми был огорожен склон, я бы вообще просто бы остановился и упал и лежал, пока ветер бы не прогнал этот туман, потому что совершенно ничего не было видно. Надеюсь, этот фильтр в такой туман все-таки хоть что-то даст вам различить на склоне. К такой маске вторым фильтром будет черный фильтр, который рассчитан на солнечную погоду. Все эти маски очень хорошо подходят к различным шлемам. Ремешки изнутри покрыты силиконом, и они не будут скользить по гладкой поверхности шлема. Ремешки достаточно длинные, и вы можете практически на любую, на любой модель шлема натянуть этот ремешок. На некоторых масках сферических существуют такие специальные конструктивные особенности, чтобы маска еще больше подходила к шлему, то есть регулируется вот эта вот глубина вашей посадки под шлем, так скажем, Что касается рамы, то это достаточно мягкая рама, причем это не крашеный пластик, а при создании этого полимера предварительно был окрашен полимер в тот цвет, который вы видите, и если ее поцарапать, то это будет, конечно же, менее заметно, чем просто какие-то крашеные маски, где вы царапнете и увидите внутренний пластиковый цвет, какой-то там белый, не знаю какой. Маска тоже имеет трехслойную пену, как и, наверное, все максимально уважающие себя бренды. Внутренний слой такой очень-очень нежный и мягкий, который соприкасается с вашей кожей. На носу маски тоже достаточно интересная, так скажем, сформированная конструкция под переносицу, очень плотно сидит, ничто не продувается, это тоже такой патент от Спектрума, который именно такой вот использует, скажем, молдинг на носу, померить очень удобно. Так, и, как я сказал, у нас розыгрыш в этом видео. Разыгрываем мы вот такую масочку. Это как раз из серии Black Edition с максимально черным фильтром. И второй фильтр в комплекте у такой маски – это сонар-фильтр, как вот White Edition на туман, на максимальный контраст. Теперь задание для этого конкурса. Прошу вас ответить в комментариях под этим видео, почему тот самый один из основателей бренда, гонщик Ingmar Stenberg, не поехал на Олимпиаду в Сараево в 1984 году, что стало причиной отказа Федерации горнолыжной Швеции для отказа участия этому гонщику в этой Олимпиаде. Напомню, что, например, Олимпиаду 1980 года он выиграл. И еще прошу дополнить ответ своими мыслями насчет такой ситуации, который больше, наверное, типичен для, мне кажется, российского спорта или советского спорта, чем для европейского. Хотя вот и в европейском спорте такое тоже случается. Поэтому расширьте свои мысли, отвечая на вопрос, что вы вообще думаете об этой ситуации и, может быть, что вы вообще думаете о Олимпиаде. Факт за Олимпикс. Да, вот если кто-то меня помнит с тех времен, когда я работал в магазине Неолимпийские игры, мне нравилась эта очень работа, потому что магазин назывался Неолимпийские игры. В общем, ответьте на вопрос, ждем ваших комментариев. Собирайтесь в весенние лагеря, кататься на солнышке, чили с друзьями. Всем привет! С вами были Сквот и магазин VR Freeride.